Субтитры делал DimaTorzok 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 Это пропорционально V, U, V Посмотрите, там эта строчка, которую мы нарисовали в виде трейболи Какие там ходили В прошлый раз это было Сейчас, я запишу, прочитайте, пожалуйста А, все строчка В трубку B на 2D, A 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 Ну вот Это три комплексных штуала При стандартной параметризации Вот эти все фазы, которые сюда входят Они сидят на третьем поколении Вот видите? Смешивание БУ, смешивание ТД Вот эти углы в этой гамме И видно, что, на самом деле, независимый параметр Который дает мнимость Это параметры Поэтому, хотя, когда тут больше независимых Ну, сумма трех углов равна 3 Поэтому по треугольнику может показаться, что два независимых параметра На самом деле один И вот отсюда видно Хорошо Если, например, ИТ стремить к нулю То и угол гамма будет стремиться к нулю И угол бета будет стремиться к нулю одновременно То есть треугольник схлопнется и превратится в прямую На самом деле физически Внесено нарушение ЦП Оно пропорционально площади этого треугольника Ну, поэтому, когда вы выключаете параметр Вот этот То площадь стремится к нулю, и треугольник схлопывается в прямую Мы будем подробно обсуждать Эффекции ЦП нарушения Ну, заметно позже Скажу еще пару слов Вот то, что тут И как это все выглядит Это называется Стандартная модель Она же матрица Кабиева 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 Это совершенно жесткая схема То есть Имеется один параметр ЦП нарушающий Кроме того, там эта матрица, которая сюда входит Она унитарна и так далее То есть имеется Три угла смешивания И один дополнительный ЦП нарушающий параметр Вот это называется стандартная модель на сегодня Это очень жесткая схема Поэтому предсказания Можно проверять на очень многих распадах И это Предсказания перекрывающиеся То есть Параметров не так много А распада в разных диагностях Проявляют Немного больше Поэтому Измеряя Эти параметры В разных распадах Вы должны получать Одни и те же числа Это Не забегаем Так Ну Теперь фактически На этом мы первую часть заканчиваем Построили лагражан Стандартные модели сформулировали Все что там есть Теперь переходим Ко второй части Начинаем считать Какие-то реальные Распады Конечно Есть и эффекты Слабого взаимодействия Не только в распадах Но и в рассеянии И так далее Во всех Любых процессах Раз есть взаимодействие Оно Везде себя и проявит Но Мы начинаем с распада И в основном Будем заниматься распадами Потому что Это Практически Это На сегодняшний день Основная Область Приложения Слабого взаимодействия Так Ну поэтому Начнем с самого простого А именно А Да Еще может быть пару слов Для наглядности Хотя уже все сформулировано Вот когда у нас не было Смешивание И у нас шло отдельно По трех поколениям И Они Взаимодействие Каждого поколения Выкидило абсолютно одинаково Универсальность Так что называется Ну например При взаимодействии При взаимодействии С заряженными ВВ Было Снимать Вершины Ну например Т Испускает Виртуальный Виртуальный Винус И превратится Винус Винус И превратится Винус Винус И превратится И тут стояло Ну я условно Напишу Единица В том смысле Что вот здесь стояла Единица Это подразумевается Конечно На вершине стоит Такая Громоматрица А я сейчас говорю А Мандрица Смешиваем Ну и точно то же Было для второго И третьего Семейства Например Ну лучше В обратную сторону Хотя Так конечно Сопряженные Если сюда У Тогда Сюда Пойдет А здесь У Это С Теперь С С С С С С Вот Без смешивания С 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 Поэтому тут 9 членов. Будет 9 разных вершин. Вот тут теперь будет стоять не единица, а ВУД число. К нему добавятся чужие кварки. У теперь может переходить не только в своего партнера по семейству, но и в С и в Б. В этом появится УС и тут будет стоять ВУС коэффициент. И появится деревное рисование ВУБ. Это просто речь идет о том, какие вершины есть в теории, и из них потом строится диаграмма Феймана. Ну и то же самое относится кейджем. Теперь С может переходить не только в своего партнера и в своем семействе, но и в чужих. Появится переход С в Д и С в Б. Ну и то же самое здесь. Каждый верхний кварк, короче говоря, может переходить в каждую из трех низ. Поэтому всего будет 9 вершин. И в каждой вершине стоит элемент матрицы смешивания. В пределе, когда эта матрица становится единичной, все чужие члены, вот такого типа, включающие кварки из двух разных семей, они зануляются. Смешивание реально небольшое, в смысле маленькое, но оно не нулевое. И все эти процессы идущие за счет существования вот таких, условно говоря, чужих переходов, чужих вершин, они наблюдаются и смиряются, и мы об этом будем подробно говорить. Ну вот, на этом, пожалуй, общее все свойства заканчиваем. Начнем с чего-нибудь простенькое посчитаем. И самые простые процессы, которые, конечно, идут в низшем порядке по слабому взаимодействию. То есть, например, Ну, с кварками ситуация всегда сложнее, все наши проблемы будут связаны с кварками. В том смысле, что кварки еще участвуют в сильном взаимодействии, и эффекты сильного взаимодействия надо как-то учитывать. Потому что реально, обычно, эксперименты имеют дело с адронами, конечно. Вот это основная проблема для расчета. С лептонами намного легче, потому что лептоны, в основном, не участвуют, конечно, в сильном взаимодействии. Но эффекты сильного взаимодействия даже в числе лептонных процессах, они все равно есть, через петли проникают. Но они поэтому маленькие. Поэтому начнем с лептонов. Например, На лептонных смешивания у нас практически будет отсутствовать. Например, есть вершина ЕНЮ. НЮ. Это электронный нитрит. Я напишу кусок в окрожане, который содержит эту вершину. Это кусок, говорит, данного взаимодействия. То есть, тут стоит Ж, Я, квадель, двух. Тут стоит, например, Е. Это поля. Это операторы полей. Заманил. 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 Смена. Ну, есть ещё запряжённые смены, конечно. Например, вот этот кусочек. Есть какой-то процесс, например, на прижаве. Заманил Дайва, который будет идти за счёт вот этого взаимодействия, которое нарисовано. За счёт этой вершины. Распад. Распад кого? Да, я... Есть много процессов, я не точно выразился. Я имею в виду процессы первого порядка. Вот прямо на бортовском уровне, в первом порядке пока станет тяжелее. Электрон не может распасть. Электрон не может. Электрон не может. А наоборот? ВВ может. Есть распад ВВ. И распадается он со списком, потому что у него 80 ГМС, кто ему может запретить? Ну, давайте посчитаем. Сейчас напомню, как делается теория возмущения. Считается константа связи маленькая. И идёт ряд стандартов, как в электродинамике. А именно. Вот эти поля в нижнем порядке теории возмущения заменяются на свободные. Все поля. Вот эти. Ну и по правилам Фельмана могу писать прямо амплитуду. Значит, график выглядит так. Это вот этот же график, но лучше его повернуть. Вот это операторы полей. Они заменяются на свободные поля. Потом берётся матричный элемент. Плитуду. Прямо от этого лагражана. По начальному и конечному состоянию. Начальное состояние здесь будет ВВ. С какой-то поляризацией риандой. С каким-то импульсом, допустим, В. Так? А здесь у нас будет электронный антиметрин. С чемпульсом, например, ВВ2 и ВВ3. Ну и тоже с какими-то поляризациями. Вот. Когда вы сюда подставите вот этот оператор, оно что, разделяется на три кусочка? Каждый оператор раз, два, три зацепится за свой этот ВВ3. Может, не стоит об этом вообще говорить? Это очевидная вещь? Да. Не напомните. А? Напомните лучше. Вот я и напомнил уже. Я просто обозначаю одним и одним еще буквами состояние и операторы полей. Ну, например. Что касается ВВ. Вот это, на самом деле, означает, что тут у вас стоит А, плюс, лянда, А, П. Вот это и состояние с одним ВВ. А это оператор рождения этого самого ВВ. А это оператор поля, который содержит оператор рождения и оператор нестажения. Один из них только сработает. Они вместе выдадут единицу, условно говоря. А. Но. В этом операторе поля, если его раскладывать, как язык эфициент и репута. Как язык эфициент и репута. Как язык эфициент и репута. Я ему шляпку поставлю. Это оператор. И. 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 Ну. Я напишу ему один раз. какую-нибудь там лянда 1 например, пусть у нас все частицы поляризованы это спиральность электрона плюс-минус 1,2 какой у него там импульс вот это его дироковский спинок понятно? свободно 4 компонентов дальше гамма-мем делится минус 2,5 а антинейтрина в конце все равно, что нейтрина в начале ну, я могу написать поляризацию лянда 2 но она всегда левая поэтому можно на нейтрина не писать она автоматически левая штабила без массы так? и есть отсутствует диектор поляризации мю от П вот все это уже число если вот это есть оператор то вот это уже число это амплитуда расклада ну, теперь можно посчитать ширину распада по общему правилам значит, ширина полная ну, в смысле полная вот этого распада она из квадрат-модульной амплитуды вот здесь здесь на 8b здесь стоит p ну, w это ширина в системе покоя w а p это импульс распада и вот стоит w вот стоит w если система покоя то они начат вот так у них равные противоположные импульсы что в в в что дубль получается что в это импульс электронов системы покоя вот на картике может давайте обозначим p2 а в этом Теперь насчет поляризации. В принципе, если вас интересует процесс, когда все частицы поляризуют, то надо подставлять явно виски, нормы, свет и вектор поляризации. Ну, соответственно, какие поляризации у вас выбираются. Но это... Дома будете этим заниматься. Мы сейчас возьмем простейший случай, когда все не поляризовано. То есть усредним по начальному поляризации, а просуммируем по конечному. Поэтому я тут поставлю черту. Это означает усреднение по начальному и суммируем по конечному поляризации. Ну, тогда это считать очень легко. Пишем квадрат модуль амплитуды. Вот это я пока писать не буду, но квадрат просто разведется, к концу его напишем. Пишем только вот эту часть. Я один раз это сейчас распишу подробно. Потому что, в принципе, я мог бы попросить кого-то из вас это все написать. Это ничем не отличается от электринами. Как только у вас написано, для горжан, дальше по теории воспрощения, по правилам дыма, пишут все эти выражения. Значит, вот там амплитуды и умножить надо на сопряженность, сопряженность будет выглядеть так. Я буду молча, если что-то непонятное с того, что я пишу, сразу справлюсь. Теперь надо просуммировать по всем поляризациям и разделить на сколько? На какое число? Шем-два. Существует соединение по начальному? Да, и разделить на три. У начального W три возможных поляризации. Это спина единица, массивное поле. У него три независимых поляризации. Так. Поэтому будет так. Вот здесь будет сумма варианта равенную 0 плюс минус 1. Это для W. Импульс у него П. Это есть минус 1 плюс по минус по минус на n за пульвой квадрат. Знакомая форма? Да. Когда это был Фатон, то вот тут стояла... У него, конечно, массы нет. Поэтому здесь стоял кусок пропорциональный импульса. Ну, делить, например, на П квадрат и с произвольным коэффициентом. Это была калибровочная часть. Она в ответ не входила. А когда это у нас пассивный, тут стоят его массы. Тебе суммирование по спинам термионов. Вот, например, эта пара. На поле. Хотя реально, еще раз говорю, нейтринер у нас имеет одну спиральность. У него спин всегда против импульса. Но формальную можно суммировать. Он сам знает. Поэтому я не слушал всю форму. Типа... У... Лянда... Альфа... АТП-2, например. Ну, вместо У напишут прямо один. Это дираковский спинор фермиона. На самом деле, любого, конечно. С поляризацией лянда. Да, это дираковский индекс этого четырех спинора. Альфа в этом пробегает значение разного тречицы. Ну... Поэтому вот эту пару, она прям готовая стоит в хорошем виде. Можно заменять на П плюс М. Масса нейтрина 0. Поэтому будет стоять здесь импульс нейтрина. Который у нас П3. Так. Теперь электрон. Как это выглядит то, что здесь стоит? Стоять электрон с индексом бета. Дальше стоит вот эта матрица. И стоит диет с индексом бета. Но я могу это перетащить налево. И применить эту формулу. Сурово. Сумма поляриз. Сурово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, пока учитываем. Конечно, она маленькая, и она, знаю, что очень маленькая поправка, но пока нет. Так, вот это понятно. Теперь так, писать каждый раз трейс не хочется, поэтому я буду в атаку его начать. Договорились? Вот эти скобки будут начать трейс по спинарному эндерсу. Так, ну, поэтому пишут, что это действие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трейс. П2 плюс цель гамма-1 минус гамма-2. Гамма-2 минус гамма-2. П3. П3 умножить на вот эту матрицу от дуба львови. Ваканты же есть. Теперь начнем выбрасывать маленькие, слагаемые. Например, начнём с этого, когда он сюда встанет, вот тут будет П со шляпкой, П со шляпкой, видно? Но П равно П1 плюс П2, по закону сохраним. Теперь так, сразу можно массу выкинуть, но сама говорим, давайте чуть-чуть упростим. Вот эту единицу минус ГМО-5 протащиваем, например, проверили. ГМО-5 антикоммутирует со всеми ГМО-НЮ, и когда оно протащится, он превратится... Не может быть... Нет, я, наверное, П не там написал. П3 будет потолще. Где? Между ними стоит даже ещё левее. П3, а потом ГМО-НЮ. Поэтому, когда я протащу через П3, повысится единица плюс ГМО-5. Но когда мы протащим через ещё одну ГМО-НЮ, то будет снова единица минус ГМО-5. Это будет единица минус ГМО-5 в квадрате. А это есть 2 единица минус ГМО-5. Поэтому... Я прямо здесь стираю, вы себе пишите последовательно. Вот это одно можно убрать и поставить двое. Теперь считаем, что ГМО-Матрица. Ну, например, при массе, что у нас будет? Раз, два, три ГМО-Матрица. И ещё вот это. Но 3 ГМО-Матрица чему равен? Нулю. А 3 ГМО-Матрица ГМО-5 тоже равен нулю. Поэтому масса вылетает сама. Её не надо даже искусственно выбрасывать. Она абсолютно не вылетает. Это следствие левой смехи нашего ВТОКа. Что все токи у нас заряжены от ВВ левые. Так, теперь... Что осталось? Раз, два, три, шесть, три ГМО-Матрица. Вообще говоря, ГМО-5 с четырьмя ГМО-Матрицами работает. На этом все равно, если нельзя еще. Но давайте смотреть. Так. Я вот это созру. Свернем теперь по меню. Вот это же меню. Он свернет эти две ГМО-Матрицы. Минус два по три. Так. И поэтому вместо четырех ГМО-Матрица Останется всего три. Понимаешь? По три. И тогда ГМО-Матрица у меня не работает на три. То есть она выйдет. Так. Теперь я точнее посмотрю. Он сюда и сюда свернется. И будет выражение такого именно. П-2, П-3, П-3, П-3. И делиться немножко на П-3. Но П равно П-1 вместо П-2. Я могу подставить. Я могу подставить. Сюда и сюда. П-2 в квадрате. П-2 в квадрате. Это квадрат массы частиц. П-3 в квадрате. То есть не П-1 плюс П-2. П-2 плюс П-3. Почему у нас П-1 нет? Пусть это будет П-1. А то некрасиво будет. А то некрасиво будет. Один потерялся. А сразу после П пришло 2-3. Ну тогда это будет П-1, П-2, П-3. Вот так. Ну сейчас я все берегу. Короче. П-2 в квадрате. Заменится на квадрат массы электронных. И ясно по размерности. Что потом он поделится на массу Дубль-2 в квадрате. И это будет несложно малая поправка. Ему ее можно сразу выбросить. Поэтому в этом выражении П-2 можно выкинуть. Но П-3 тоже входит. Он справа умножается. Видно? Смотрите, что у нас тут стоит. П-2. П-2 плюс П-3. П-3. Вот такая у нас комбинация. П-3 в квадрате это масса не трена в квадрате. Это вообще нуль. Остается масса электрона в квадрате. Я ее могу держать. Но она в ответе обезразмерится в массе Дубль-2 в квадрате. Это очень мало. Ну поэтому практически это нуль. Вернее это сопропорционально массе электрона в квадрате. или меньше даже. Короче, это все можно выбрать. Чтобы долго не разговаривать. Итого, вот эта слагаемая, она вообще не работает. Оно дает вклад для пропорционального массы фермиона в сравнении с тяжелым Дубль-2. Ну тогда тут вообще ничего не остается уже. Значит еще раз. Это же меню. Дало минус двойку. И оно шло с минусом. Итого. Вот это все теперь можно стелить. И останется двойка. И этих гамма-мапис не будет. Согласны? Больше всего остается. Вот эта гамма-мапис тоже можно выбросить. Оно в таком трейсе не работает. Трейс двух П даст четыре скалярных произведений. Итого это будет восемь. По два, по три. Теперь. Опять. Если я того следу в квадрат. То по один квадрат это масса Дубль-вой квадрат. Равно. Квадрат каждого П это масса. Мы их выбраться. И останется удвоенное скалярное произведение. Масса очень маленькая. По сравнению с массой Дубль-в. Ясно что. Электрон ультра-реативистский. У Дубль-в 40 гамма. И эти 40 гамма идут. Практически по. То есть 80. И эти 80 идут по 40 гамма энергии. На каждое из двух лептонов. Но по сравнению с массой электронов полмэва. Когда у него энергия 40 гамма. Конечно масса можно выбросить. Поэтому вот все что осталось. Это вот этот ответ. Это есть четыре. Я люблю В квадрат. Масса. Если массу оставим. Тут будет какая-то поправочка. Вот такого типа. Максимум. Если не меньше. Понятно? Ну я ее выбрасываю. Можете дома попробовать свою массу. Массу электронов держать. Всего одна масса. Масса. Так. Это мы нашли. Квадрат. Модуля. Вот этого мороженка. Теперь его надо умножить на квадрат этого числа. Поделить на 3. И поставить сюда. Вот это я еще четвертого модуля подать. Масса. 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 40 гем и равен половине массы W это ровно 1,2 с точностью ответа поправок на массу электронную видно? ну поэтому это будет приблизительно с той же точностью 16 пит и все теперь собираем все множители и амплитуда у нас остальная равна 4 м2 квадрат квадрат так еще только я забыл вот это а а это просто неправильно написал вот тут еще одна масса это паразмены тут стоит еще одна масса а а а а а а а это квадрат здесь квадрат так вот все что получилось ну теперь надо собрать всякие двойки вместе по размерности это н б так и должно быть ширина теперь тут будет g квадрат и и наконец всякие двойки внизу 16 еще 8 и вверху 4 32 проверяй вот так вроде получилось а пи что еще а еще тройка так все ну это ответ можем сравнить эксперименты то есть надо только поставить численно констант g напомню что e равно g синус это вайнберг синус это вайнберг ну приблизительно он где-то 0,23 если хотите точнее пусть он будет вот так а е электрический заряд е квадрат на 4 пи это альфа 1,137 ну поэтому я возьму из этих 32 4 это будет g квадрат на 4 пи останется 8 да и подставлю g квадрат на 4 пи равно е квадрат на 4 пи что есть альфа делить на синус квадрат я пытаюсь выразить через хорошо известные буквы вот так и что ли вот так и что ли ну теперь совсем грубо возьму синус как 0,25 1,4 это 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 будет 6 делить на 4 3 2 внизу что-то в этом ну и наконец масса масса это 80 г значит будет 2 80 3 и 137 137 а вот где-то где-то снижение жениться не до любой а вот какая у нее снижение 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 10 75 процентов 10 75 процентов так а теперь перемножим получим гамма в геню так 20 85 умножить 10 75 224 где-то 220 метров ну или в ГЭОК В2 теперь что у нас тут получилось я прямо тогда на калькуляторе могу поставить Чуть по квадратнее. Какая масса туполевая? 80, 399. 84. Точно? Держим на 137. Держим на 24. Держим на 0,23 квадрата. Ничего не получается. Где-то что-то махнули. А, внизу. Сейчас еще раз проверю. 84. Держим на 5,27. Терем на 24. Держим на 24. Поздравляем. Получилось в 2 раза больше. Где-то двойка пролетела. Надо проверять. Но проверять тут можно довольно быстро. Получилось в 2 раза больше. Так, начнем отсюда. Тут стоит 16π. А, другая, это вроде правильно. Так, теперь. Вот эта константа в квадрате стоит. 16π. Одна треть стоит. Теперь осталось трейсы. А потому что, почему-то получается 8π2 и 3. Ну что, двойка есть. Вот одна двойка из квадрата. А это трейс равен 4 скалярных произведения. Ну, сворачивается с B2 и B3 и будет скалярное произведение. Тут как раз по множеству правильно. Смотрите, одна двойка у нас пошла, когда гамма 5 стала двойкой. А еще мы свернули гамма мю, гамма ню, а дало еще минус двойку. Вот эта двойка потерялась. Поэтому тут будет еще одна двойка. Но тогда это слишком много. А нет, нормально. Вот тут вместо четверки будет двойка. Все правильно. Нет, так это не в ту сторону. У нас и так получилось два раза больше будет. Значит, еще раз. Прикинем. 80 делить на 140. Так, это вот это. Это одна четвертая в квадрате. Это сюда вверх 16, вниз 24. Так, сокращаем на 8. Это две третьих. И это одна вторая. Это где-то одна в третьих. А теперь, когда тут еще двойка многовато. Короче. Еще раз. Одна двойка пошла из гамма 5. И вторая двойка пошла, когда мы свернули. Жемя ню свернулась на... Она вот так будет. Гамма мю, два два. Гамма мю, три. И эта свернутая дала еще минус вольт. Вот это что. Поэтому четверка будет. Вот так. И это даст еще четверку. Будет 16 скалярных произведений. А скалярное произведение... Это вот что. Итого будет 8. Так. Еще раз сюда. Это вроде бы проверили. Это будет 8. Теперь... Проверим еще раз мой кисель. Снизу стоит 16. Три. Это восьмерка. Она сократит эту восьмерку. Все. Ж квадрата. Тут еще пик. Ж квадрат. Что тут просто неправильно написано? Вот эти 24, по-моему, просто неправильно. Смотрите. Вот это правильно. Вот восьмерка внизу. Сократила восьмерку эту. Осталось 16 и 3. И Пи. Теперь ж квадрат подставляю. 4, 5. Дальше делить на синус квадрата. Пи сокращается. 4 сокращается. 12. Вместо 24, 12. Ну, теперь уже лучше. У нас было в два раза больше. Теперь будет как надо. Нет. Вы с этим согласны? Да. Ну, все. Сейчас поставим. 84. Делить на 137. Делить на 12. Делить на 23 квадрата. Делить на 137. В чем дело? А, тут было 24, и было в два раза больше. Теперь будет в четыре раза больше. Да, так и получилось. Так, я не знаю, где лежат. Где же капюши двойки. А, не синус вальдер горайн на дно и четвертый, а синус квадрат вальдер горайн на дно и четвертый. Пардон. А, пардон. Так. Поэтому в четыре раза надо. Вот, теперь все стало на место. Здесь надо это поделить на четыре. Ну, там есть поправка на массу электронов, но я думаю, что она намного меньше, чем она. Так, дело не в ней. Может быть, надо учесть просто распоправку электромагнитную. Она может дать альфу какую-нибудь. Ну, смотрите, вот электрон, нейтрин, W, тут можно отменяться между двойным паттером. Вот есть вот поправочка электромагнитной. Ну, она дает один, может быть, два процента, что-то в этом году. Ну, и более-менее подтянет. Но это надо считать уже серьезно. Это уже не ворно-средиограмм. Ну, поэтому будем считать, что вполне прилично. Да? Так. По этому примеру есть вопрос? Нет. Хорошо. Теперь что у нас? Давайте, какие еще можно процессы в первом порядке посчитать? Так, вот, на простом уровне. Что вы можете себе представить? Чтобы это была более-менее разумная вещь. В том смысле, чтобы эффекты сильного взаимодействия были по возможности, можно учиться. Есть чисто лептонные процессы, где, конечно, эффекты сильного взаимодействия маленький. Но из чисто лептонных процессов в первом порядке ничего нет. Можете спросить? Может быть, дело в том, что альфа на массе дублевая он отличается? Отличается, но это очень маленький сект. Он не выкидет. Это намного меньше процента эволюции. Альфа на массе дублевая обратно. Вместо 137 будет 130. Ну, короче, такие тонкости, которые нам сейчас все это надо вместе. Понимаете, все эти мелкие вопрамки, которые отличают. Кроме того, я взял синус квадрат 0,23. Может быть, надо уточнить. Чуть-чуть это другое число. Ну, вот, короче, видно, что отличие небольшое. С ним надо уже разбираться серьезно с этим отличием. Сколько это там? На 20-е? 5 процентов. Даже нет, меньше. 2,5-3 процента. Это уже на уровне электромагнитных поправок, еще чего-то, еще чего-то. Ну, вот, например, есть расфазы меона. Чисто электронный процесс. Ну, его можно ясно посчитать, поэтому весьма аккуратно. Но он идет во втором порядке, по слабому. Это надо взять. Ведь тоже нет W живого, поэтому он внутри. Он идет во втором порядке. Вот, как видно, вот две вершины. А W пойдет в виртуальный обмен. Но у нас в основном подавляющая часть примеров, по раскладам, они будут идти вот так во втором порядке. Но я сейчас хочу что-нибудь совсем простенькое, вот на уровне первого порядка. Что еще можно придумать? Есть такая версия. Т-кварт, W, B-кварт. Тут, конечно, кроме B можно поставить и другие нижние S или D. Но тут вершины стоят Кабояши-Москава. И вот это практически единица, это число. А W, T, S или W, T, D очень маленькие. Смешивание третьего поколения с первым и вторым очень маленькое. Поэтому, это маленькие вклады. Вот одна, как она у нас падает, это кварт. Ему хватает массы. Теперь, конечно, это уже квартки, а не лептоны. Поэтому тут есть вопрос сильного взаимодействия. Как понимать, например, что мы в конце увидим? Вот вы, например, на коллагере E+, E-, E-, тут будет, например, обмен Гаммом, обмен З-0, а тут родилась пара T, N, D, D. Ну и каждый из них потом начинает распадаться, и очень быстро. Масса T-кварка у меня где-то, то есть не масса, время жизни, ширина у него тоже где-то, сейчас мы посчитаем, 1-2 гэма, очень большая. Раз в 10, ну это 5-10 раз больше, чем в W. Он живет очень мало. И поэтому они как родились, они живыми никогда не видны. Видны только продукты распада. И он распадается в основном вот так. Конечно, W можно увидеть. Он тоже имеет ширину большую, практически редко виден. Но он ведет по своим распадам, или на Е-нев, или на Мю-нев, или там у него много модных распадов. А вот это как будет себя проявлять? Вы представляете? W не появится живем в детекторе? Нет, антик B это маленький, вероятность. Родится тяжелый дополнительный антик B. Струя. Струя. Это будет то, что называется струя. Вот начинаются проблемы с сильным взаимодействием. Короче, у меня сейчас нет времени, поэтому я скажу просто два слова, вам придется мне поверить. То есть если речь идет об инклюзиве, то что называется, то есть ловится струя, то тогда это сумма, что я суммирую по всем адронным состояниям. По полному пальцу адронных. Но я могу по полному базису любому суммировать. Ответ от полного базиса не зависит. Так я возьму за полный базис кварклеоны. И буду суммировать в этом базисе. И тогда, можете мне поверить, что эти энергии достаточно большие, и это суммируется инклюзивно. То есть по всем возможным. Этот бэк-кварк, он может испускать глионы, он может испускать, а глионы могут давать легкие пары ОНТУ, ДНТД. Вот это все вместе называется инклюзивно. То есть включая все. Это струя. Так вот, струю можно считать так. Кварклеоном базисе считается прямо по теории возмущения, потому что при высоких энергиях даже константа СИН на самодействии альфа-С уже маленькая логарифмически падает. И поэтому по сравнению с Борловским расчетом в этой диаграмме будут петлевые поправки за счет испускания лишних других кварклеонов. Но это будет обычный ряд по альфа-С делить на Пи. Поэтому поправки будут вот такого типа. Как говорят ориенантники все, морально. Но при такой энергии, как здесь, в сотню кел, альфа-С уже 0.1, 0.12, 0.13, она уже маленькая. Ну, поэтому поправки реально достаточно маленькие и хорошо пойдет по теории возмущения. Ну вот. Поэтому так не будем считать всегда, когда у нас идет инклюзив, но требуется высокое энерговыделение. Но здесь как раз в классе Т-180 где-то гел, вполне достаточно. В этом считается реально прямо вот эта диаграмма. Поправки вот такого уровня будут. Ряд по степеням альфа-С. Так, кто хочет на доске посчитать? Вот это. Время жизни, это... Это его основной канал Роспаль. Никто не хочет. Сколько у нас реально времени осталось? 20. За 20 минут вполне можно посчитать. По сути, это та же диаграмма. Ну, только буквы другие и в другом канале. Это эта же вершина. То есть не эта. Это та же самая, что Роспаль был Дубль-Вэ. Только канал другой. Это вот эта вершина. Только когда это был Роспаль Дубль-Вэ, мы ж не в этом канале. и он давал пару частиц-античастиц. А теперь мы идем в этом канале. Когда тяжелый кварт распадается на живой Дубль-Вэ и легкий кварт. Ну, более легкий. Это та же диаграмма. Только буквы надо переобозначить, и все. Что вы боитесь? Между Е и Ню на самом деле на самом деле лучше со стилей. Но вы должны осознавать, что точность туда переобозначения, что некоторые начальные стали конечными наоборот, и переобозначили лептоны на кварт, и это то же самое и все, по сути. Глянем на грамм, и сутрямо амплитуду распаде. Отпишите просто B с чертой. Это будет спинор Бекларк. Какие пульсанты? Поставьте, какие хотите. B1, B2, B3. Нажимайте еще лучше, потому что там все мокрое, и еще не видно. Бекларк. Бекларк. Так. Посмотрите. Значит, он еще не потерял все правильное, только лучше писать и описать вектор по реализации. Ну, можно и так, это неожиданно. А, ну. Это уже число, это спиноры свободных варков, а это будет вектор по реализации до B2. Лучше его вот стандартного до Кепсина. Так. Все согласны? Что вы молчите? Если спрашивают, надо сказать, или тай, или нет. Да, мы согласны. Так. Все согласны? Напрасно. Кое-что потеря. Что? Кабаэши Москва потеря. Вот это число. Блисковки единицы. Правильно. Но лучше его все-таки написать, а потом заменить на единицу, чтобы осознавать, что это приближение. Так. Ну, теперь, конечно, это число, оно войдет в ответ в квадрате модуля, и мы его там заменим на единицу. С ним проблем не будет. Ну, теперь надо все то же самое делать, только по-другому. Вначале у нас Т. Поэтому будет делиться на число его поляризации это сколько? На два. Это кварт. А по Дублевое просто по трех поляризаций суммируем в конечном состоянии. На три уже не делим. Вот, собственно, вся разница. Ну, и давайте считать быстренько. И спрашивайте, стоит ли вообще что-то опять эти шпуры, эти трейсы все писать? Ну, можно сразу... Что-то изменится? Вот, например, массу В по сравнению с массой Т тоже выбросил. Поэтому у нас... Постойте, массу Дублевое? Нет. А, массу Дублевое можно вставить. А массу В можно выбросить. 5 Г по сравнению со 170 и 80 точно будет довольно маленькая поправка. Это дома можете массу учить. А Дублевое надо оставить массу. Ну, тогда придется немножко аккуратнее, конечно. А то, иначе, можно было взять прямо готовый ответ. Так, ну, все-таки считать, как это будет. Ну, давайте посчитаем уже. Массу В выбросить. Вот здесь она сама вылетит. Это стресса. Можете мне поверить. Мы уже видим, там она электрона вылетела и не надо было даже руками выбросить. И здесь масса В вылетит. Но она все равно на эту маленькую поправку и мы сейчас не прыгаем. так, 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 Да, все равно. Лучше наоборот двойку внизу писать, иначе она как квадратная А вверху не страшно Поэтому вверху Вверху лучше не писать, потом забудешь, как квадратная Если хотите, можете маску поставить, она должна будить Проверим Вот эти квадратные цинамики, да? Вот тут более аккуратнее, потому что тут стоит масса С этой стороны антикоммутирует, а масса это число, с ней она коммутирует Если протащить через две гамматы, то этот знак не поменяется в гамма А если протащить только через гамма ню, то знак поменяется, то будет единица плюс гамма пять на единица минус гамма пять Так, еще раз Вы усвоили? Он слишком быстро сказал Еще раз, пожалуйста Все внимательно слушайте, вы согласны или нет? Если мы единица минус гамма пять, меня протаскивает через эту скобочку Давайте отдельно протаскивает через Б, один гамма и гамма Тогда что получится? Нет, по очереди Сначала через Б, будем протаскивать Б гамма ню Это будет то, что было Оно два раза изменит знак И будет в квадрате Согласны? А в квадрате оно даст двойку Идеи Будет два И снова это Теперь, когда через массу протаскивают Знак поменяется только один раз Будет единица плюс гамма Да Тогда единица плюс гамма пять на единис минус гамма пять на единис Ноль Поэтому этот след не вкладывает Он дает ноль Понятно? Ну, так я же и снял его или посотрем его Так? Теперь, что касается этого По знакам трейса Я могу это циклически переставить И поставить сюда Сначала По знакам трейса Можно циклически переставить И тогда с этой массой Будет та же самая история, что и с этой И она автоматически вылетает Ее не надо руками выбрасывать Ну, теперь у нас такая же вещь, как и была Да? Да? Мы посмотрим А нет, кинематика другая Вот эти ПП Если их сюда поставить Вот этого теперь не будет Только двойка Двойку написали За счет двух единиц минус гамма пять в квадрате А, ну да, сейчас А вот это? А, понятно, да Так Теперь Если бы сюда По основным ПП, который у нас раньше давал очень мало Давал массы электронов То теперь А то, в принципе Если Теперь будет давать массу П1 квадрат и П3 квадрат А масса П... П... Можно сказать? Почему тут П... А, это Т Ну так будет теперь немало Поэтому вот это все теперь не выпустить Надо Это Злоб Дальше делать Отдельность Вернем в жеменю И отдельность П2 мю П2 мю Можно спросить? Скажем Владимир, если рассмотреть комбинацию П3 гамма мю П1 гамма мю И с гамма 5 троится взять Это получится Что-то Символ Левич Би Промоциональный символ Левич Би Только Раз Два Три Четыре И гамма 5 Работает Да Получится Что-то Промоциональный символ Левич Би Свернутого Но будет антисимметрично По меню Да А это не срочно Правильно Поэтому гамма 5 не работает Это все Видят? Нет Чтобы работала гамма 5 Нужно чтобы в трещи здесь стояло не меньше 4 гамма Такой стерео у нас есть Раз Два Три Четыре И гамма 5 Работает Но она будет давать Эпсилен антисимметричный с четырьмя индексами Из них два индекса свернутся с этими импульсами А два индекса мю и ню торчат наружу Видно? И сворачиваются с этими Но это симметричное по меню А свертка симметричного антисимметричного Оттожественного У нас есть Поэтому гамма 5 не работает Так Ну теперь надо по очереди Вот это взглянуть и вычереть трещи Потом это Это шлен работает Он не маленький Я думал он может быть даже больше Чем же меня Может быть сразу посчитать этот проект? Уже вроде не сложный Там есть четыреховый матрис С четыреховый матрис Это длинный Довольно В режиме Он все равно Значит вы его помните? Я его например даже не помню Там какие-то трещи лакармы Уже Трещи лакармы Трещи лакармы Я бы вам советовал Лучше подчленно Потому что подчленно А у вас сразу войдет квадрат римпульсов И будет трещь двух К вам аммазнице У меня слышали? Я советую по очереди Вот это сразу И рассередине На Диэгра Аммазнице Когда вы поставите Что p2 Равно p1 Минус p3 У вас эти p Ведутся в квадраты И заменят на массы И у вас будет трещь двух Аммазнице Вам не надо будет возиться Вот дороже Ладно Говори Так В режиме меню Свернусь это у нас минус 2p, ну, здесь минус, так же будет 0 так, значит, вот это число мы перенесем сразу в ответ g квадрат на 8 ВТВ можно заменить на единицу тоже, чтобы не мешал он равен единице с очень хорошей точностью значит, g вину дает 2 и скалярное произведение p1, p3 то есть у нас вот так, да? это у нас t, это у нас b, это у нас b чтобы получить p1, p3 надо перенести на левую, получить p2 квадрат плюс 2p1, p3 квадрат минус 2p1, p3 длительные же god да, просто… где же у нас… прид어야질… значит, делаешь… understand… кто здесь такое H premise? Наоборот, это на минус переставлено, а на плюс два скалярных высоте. Вот тут минус, а тут минус. Так, ну что, мы вернемся с P2 и P2. Здесь получается P2 и P2. На месте гамма и ню. Надо переставить P1 и P2. Чтобы вы остановились по квадрату, а по кругу по 1 и по 3. Можно и так. Так, вот эта двойка, что-то мало. Да, это одно же меню. А, еще 4, еще 4, еще 8. Так, лучше напишем прямо по каблу. Плюс P3 со шляпкой, P2 со шляпкой, P1 со шляпкой, P3 со шляпкой, P2 со шляпкой. Ну вот. Теперь, вот по вашей формуле, это равно минус переставленному плюс два скалярных произведения. И сразу никаких четырех, то есть четырех кроманов изменить. А переставленным будет квадратная масса. Так. Не тернем. Так. Не тернем. Не тернем. Рейшненное на массу. Пр straight into P3. Вот так и чипите. Лучше взять лишнего ну, если за м� . Так, здесь еще можно разграничить на массу. Это будет ладно. Когда вы переставили, тут тоже выскочит марсер Дублеве, это сократить. И у вас останется В1, В3. Да, согласен. Еще остался вот этот след. И трейд будет В2, В3. В четверке. Будет плюс восемь. В2, В3, еще В1, В2. И все делить на В2. Ну вот это все. Так. Эти одинаковые получаются. Вот только этот. Тут В1, В3, а тут не такие, да? Но надо раскрыть здесь скалярное произведение вот такого типа. Используя вот это вот, например, В1, В3. Чтобы получить, надо В3 перенести и возвести в квадрат. И отсюда вы получите все это скалярное произведение в горшке. Ну и остальные точно так. Все через массу выражается. 2, В1, В3 равняется МТ квадрат. Прям просто диктует. Масса Т квадрат плюс масса В квадрат минус масса ВВВ. Минус масса В2, В3. Минус масса ВВВ. Используясь МТ квадрат минус масса ВВВ. МВ квадрат и все. И наконец, что у вас там стоит? По 1, по 2? По 1, по 2. Это вот так. Это будет МТ квадрат плюс МВ квадрат минус МВ квадрат. Это будет 2П1, по 2. МВ квадрат выкинем, он маленький. Видно, что он все будет делиться, если мы вынесем общий множитель, например, МТ квадрат, то будут добавки МВ квадрат на МТ квадрат и МВ квадрат на МТ квадрат. На МВ большое, а МВ 5 ГЕВ делить на 170, если в квадрате, можно выбрать. Массу В можно пренебречь. Дома можете удержать и аккуратно написать. А массу МВ надо легче, а на силу в 2 раза меньше, чем на СТ. Вот то, что вы даже не хотите пару строчек написать, это очень плохо. Вы никогда так сами еще не сможете почитать, если не будете сами считать, а только смотреть на доску. Пока сам не почитаешь, не научишься. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чем проще выражение, тем оно легче воспринимается. Значит, мы наносим двойка, единица и минус n, и вот это у нас. И у нас в сколках остается единица плюс вот это. То есть двойка плюс вот это. Это четверка. Тут Т стоит наверху, в дублевом низу. И этот член, у которого в дублевом низу, он пошел отсюда. И он дает основной фронт. Так. Ну, в принципе, вот мы нашли квадрат амплитуды. Теперь надо оставлять сюда. Но тут можно быть тоже аккуратнее. Нет. У них импус одинаковый. У b и у дублев в системе покоя распадающей высоты квадрата, эти двое летят с одинаковым противоположным импусом. Нет. Масса db, масса db большая. Поэтому энергия суммарная, декларка 177 гер. Короче, масса db можно пренебречь, конечно. Но у нас есть только равенство импульса, что мокрое. Что импульс b равен по модулю импульсу w. Так. Но энергия у них не одинаковая. Потому что это приблизительно равно энергии b, а это не равно энергии за счет массы. b равен корень из энергии w квадрат минус mw квадрат. Ну вот это тогда же можно выкинуть. Так. И во мной масса цель. Она больше всех и выше вот так. Так. Ну отсюда можно найти импульс вот этот, который нам нужен. Это универсальная формула ее, что экспериментаторы должны в уме держать импульс распада. Он указан даже в particle data на каждый распад данный импульс. Посмотрите любой распад. И там в последней правой крышке данный импульс в системе покоя распаден. Чтобы каждый раз не высчитывать. Эти споры я сказал, что разница масса, не кандидата, но у нас еще нет. Ну нам нужен прямо импульс, который делится здесь будет на массу t. Безразмерная величина. Вот это. Так. А ну да. Эти единицы минус мв квадрат на мв квадрат и пополам. Если мв маленькая, это будет просто одна-вторая, как было в нашем прошлом примере. А так будет вот такая поправка. Смотрите, у нас есть еще один такой относитель с амплитудой. Точно такой же. Значит, давайте так. Сейчас мы уже сильно перебрали. Запишите все, что у него получилось. Или вы запишите амплитуду в квадрате. Так? Которая у вас получилась. А все остальное вы считаете дома. Хорошо? Тут работы осталось там на 10 минут максимум, если не менее. И вот у него написано квадрат модуля амплитуды. Он получился довольно простой. Значит, g квадрат на 8. В это его можно заменить на единицу. Вы прямо ширину пишите? Вы прямо ширину пишите? Так. Хорошо. Уже квадрат на 8. Дальше идет еще двойка. А дальше вот эта разность такая же. Она у вас в квадрат возведется. Вот эта возведется в квадрат. Так. И после этого останется скобка 2 плюс МТ квадрат на МТВ квадрат. Да. Вот эту двойку вы написали? Да. Ну тогда останется только вот эту. Вот ширина. Если нигде двоих никаких не потеряли, это дома придется еще раз аккуратненько. Триспость стель. Ну теперь осталось только цифры поставить. Вот это что такое? Это двойка? Ну тогда я могу сократить. Сейчас восьмерка. 64. Тут будет четверка. Тут будет 64. Напишите 64. Это будет уже один. Ну, g квадрат на 4. Ну, g квадрат потом можно поставить. Там уже стёрка через электрический заряд и стену свадьбы. Так вот. Договоримся так. Дома желательно вот то, что он здесь получил, для квадрата модуля амплитуды, или проверить трэкс. Это не сложно. Так. Соразменность. Правильным действием. Так. С размерностью, конечно, неправильно. Должно стоять мт квадрат еще в частности. А, мы его вынесли. Да. Ну, поэтому. Оно сократит это. И размерность массы. У ширины. Короче. Надо дома проверить эту формулу и поставить цифр. И посмотреть. Должно получиться где-то там, я не знаю. Масштаб агэва. Большая ваша ширина. Договорились? Если у вас будет вызывать затруднения даже такой расчет, то нам дальше будет не о чем разговаривать. Понятно? Так что ручками надо поработать и вспомнить все, что по электродинамике вы считали аналогичнее, и на много, я думаю, более сложные вещи. Все только начали. Так. 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 Так.